Люди, всем привет, у Сочи. Сегодня 8 июля, 2019 год. Итак, свершилось то, о чем я говорил. Две недели назад, 24 июня, я записал видео, которое называется «Россияне, не покупайте грузинские продукты». Я выслушал шквал критики, как со стороны россиян, что непонятно, так и со стороны некоторых грузин. Некоторые еще казахи мне писали, что я националист, что я разжигаю национальную рознь. Ребят, мой канал для того, чтобы научить людей думать, слышать, слушать, понимать, правильно понимать информацию, воспринимать информацию, обрабатывать эту информацию. Если вы не способны, я буду вам помогать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я вам сейчас все расскажу. Значит, 24 июня я записал этот видос после очередного инцидента, когда выгнали нашего спецпредставителя, православной международной организации из здания грузинского программ. Он по ошибке сел в кресло представителя парламента грузинского. Грузинам это не понравилось, они там начали разбухать и так далее и тому подобное. В общем, начались там массовые протесты, демонстрации и прочее, прочее. В общем, я записал это видео. Основные постулаты этого видео были следующие, что во всем мире, в нормальном цивилизованном мире, вот я привел два примера, Шотландия, например, и Австралия, есть такой вот продуктовый патриотизм. Я предлагаю такой термин – продуктовый патриотизм. Я призываю всех россиян быть патриотами своих продуктов. И приводил два примера. Я был тогда в Шотландии, чемпионат мира по футболу был, Англия играла, по-моему, с Аргентиной, и вся Шотландия пошла, купила какое вино? Аргентинское, потому что шотландцы традиционно недолюбливают англичан. Как бы, ну они там ни драк, ничего нет. Ну просто вот так вот, когда-то они их захватили. В каждом пабе в Шотландии висит портрет вот этого Уолиса, про которого снял Мел Гибсон фильм «Храброе сердце». Это национальный герой, и это нормально, это классно. И вот они такие, как бы, в пику англичанам, они идут и покупают аргентинское вино. Вот так люди, и это речь идет всего лишь о футболе. А что говорит сейчас о политике, когда грузины там, я не говорю, что все, но там процентов 10 против нас, понимаете. Конечно, надо перестать покупать боржоми. Вот пусть оно стоит в магазине. Меня еще бесило, когда шла война с Украином, люди покупали конфеты фабрики Роше, Порошенко, которая в Липецке расположена, в центре города, на улице Даватор. Я жил в Липецке 10 лет, мимо этой фабрики там, я проезжал, запах такой стал. Люди, вы вообще, хоть что-то, вы вообще соображаете, что вы делаете, вы кого поддерживаете? То же самое, люди покупают виски, какие-то французские коньяки. Это наши противники, мы под санкциями находимся. Зачем вы помогаете экономикам чужих стран? Помогайте нашей экономике. Виски – это говно, я вам говорю. Это плохой, ужасный продукт. От него умирают, от него умер там. Ронни Джеймс Дио, по-моему, спился умер там от передозировки виски. Потом этот ВСДС играл, пел вокалист. Это все от того, что они пили очень много виски. Спился Джордж Бест, бестфутболист Ирландский. Это ужасный, ужаснейший напиток, который вообще ничем не сочетается, от которого просто можно сойти с ума, если там много выпить и так далее. Не покупайте виски, покупайте дагестанский коньяк. Прекрасный. Это Россия. Российские коньяки прекрасные, замечательные. Винсавиона свое на Кубани мы производим. Ставропольские коньяки хорошие, дагестанские, крымские сейчас коньяки пошли. Я вот о чем говорю. Зачем вам это Боржоми, когда он основал вам свои минеральные воды? Да, Боржоми выпускают в этих алюминиевых банках. Молодцы, что я могу сказать. Но это очень дорого. Я повторюсь, надо как бы... Любая война, она в конечном итоге имеет под собой какую-то экономическую основу. Какие-то... То есть, либо экономические последствия. То есть, причина начала войны, она может быть политическая, какая-то геополитическая, какая-то еще. Но все заканчивается в итоге тем, что все равно экономика, все равно садится за стол и начинает говорить об экономике. Даже если речь идет о каких-то территориях, да, то все равно эта территория имеет какое-то экономическое наполнение. Например, как в случае с Донбассом, где те, значит, земли, которые отошли как бы к России, то есть, Донецкая, Луганская область, это 15% ВВП Украины, это 25% экспорта Украины, это 75% угледобычи Украины. Но почему-то никто об этом не говорил, а я еще 3 года назад сказал, что Крым в сочетании с Донбассом, это энергетическая безопасность Украины. Россия забрала и правильно сделала. Дело в том, что в акватории Крыма находится очень много нефтяных и газовых месторождений. Почему? Потому что это зона активной вулканической деятельности. В Крыму бывают землетрясения, там много грязевых вулканов. В Акватории Азовского моря много тоже грязевых вулканов, которые периодически извергаются. Там большие залежи нефти и газа. Ну как большие? Относительно они небольшие, но их много. Они еще не все разработаны. Их на карте не обозначают. Но факты остаются фактами. Когда мы забираем Крым и забираем Донбасс, вот вам экономика. Вроде бы начинается с политики, а заканчивается все экономикой. То же самое Грузия. Не покупайте грузинское вино. Во-первых, оно очень дорогое. Оно в несколько раз дороже. Я покупал даже как-то в Англии, мы зашли в какой-то магазин, и там было кахетинское, по-моему, называлось кахетия. Оно вообще там дешевое было. На самом деле грузинское вино, оно самое-самое дешевое. Но у нас оно самое дорогое. Русские люди вас обманывают. Вам подсовывают продукты, которые этого не стоят. Поверьте мне. Вот я прожил в Англии, например, два года, был во многих странах, в 10 или 15-х. Но суть не в этом. То, что нам предлагают какие-то продукты импортные, это все обман практически. Это либо качество не то, или цена не соответствует качеству. В общем и целом, я могу сказать, что наши российские продукты, я уж не говорю про белорусских, намного качественнее, намного вкуснее импортных, западных. В Англии еда никакая. В Англии нет даже понятия английской национальной кухни. Нет у них такого. Я много раз спрашивал, что вы едите? Они плечами, они чипсы, кока-колу во время обеда на работе. Вот и все. Вся английская еда. Я могу сказать, национальная английская еда, это индийская еда. Индусы приехали, привезли им там свои эти острые блюда, там с карри, карри такая с приправой, сейчас она тоже у нас появилась. Поэтому покупайте наши продукты. У нас очень вкусная там свекла, картошка, там морковка, она пахнет. У нас клубника замечательная, в Англии клубника вообще безвкусная. Красивая, дорогая, но безвкусная абсолютно. Будьте патриотами, я вас призываю. Теперь вернемся все-таки опять к Грузии. Значит, что, то, что я предлагал 24 июня сделал, теперь его будет вынесено на обсуждение в Госдуме. Значит, Сергей Неверов, один из лидеров фракции, человек из Сибири, по-моему, происходит, значит, он предлагает запретить денежные переводы в Грузию из России. И это правильно, потому что примерно полтора миллиона грузин живет в России, они зарабатывают здесь деньги, и в общей сложности там больше миллиарда долларов они отправляют на родину. Для сравнения, на Украине эта цифра составляет, по-моему, то ли 10, то ли 15 миллиардов долларов. То есть, украинцы очень работящая нация, их 10 миллионов проживает сейчас за пределами Украины, они тоже работают и отсылают деньги. Вот с Украиной мы таких вещей делать не будем, но грузины очень давно уже возбухают, именно вот Георгиевские ленточки им не нравятся, еще там что-то не нравится. Ну, а как же Егоров и Контария над Рейхстагом с нами вместе водрузили? Контария же был грузин, грузин, а сейчас они не хотят гордиться этой победой. Почему? Потому что они теперь дружат с американцами. Я просто говорю, что вот такие маленькие страны зависимы, типа Армения, Молдавия, Грузия, вот та же Украина. Сейчас им выгодно с Америкой быть, потому что Америка им там что-то обещает. Они будут с Америки. Потом будет выгодно с Россией, они опять перебегут с Россией. Понимаете, надо решить этот вопрос раз и навсегда. Вот как говорил Карен Шахназаров, когда санкции только начались, вот в 2014 году после присоединения Крыма, он сказал, что, ребят, давайте задушим какую-нибудь, выберем какую-нибудь одну страну и задушим ее в экономических объятиях. Вот я предлагаю заняться Грузией. Хотя я живу в Сочи, да, тут много грузин, я с ними общаюсь, это нормальные люди. Но я против грузин не имею ничего. Я имею против грузинской экономики. Это немножко разные вещи. Вот, поэтому не покупайте грузинские товары. Значит, что еще предлагают? Какие, значит, не то, что отказаться от грузинского вина, а вообще запретить экспорт. Грузины очень долго свое вино пихали. Они там в Белоруссию, в Казахстан, еще куда-то, еще куда-то. Ну, понимаете, рынок настолько забит, что очень тяжело втиснуться с этим грузинским вином на какой-то, на чужой рынок. Это нужно демпинговать, какие-то цены там делать дешевые. Вы там, понимаете, ну, я могу сказать одно. В Белоруссии грузинское вино намного дешевле, чем в России. Раза в два это точно. То есть в Белоруссии можно бутылку грузинского вина купить где-то, я думаю, начиная где-то 130-150 рублей. Вот серьезно. У нас грузинское вино стоит 300, 500, 800. Причем из одной бочки наливают мукузани, алазани, какие-то вазисузбани, цинандали, сапирави. Видите, рекламу какую делаю. Мне больше всего нравится сапирави. Дело в том, что Кубань разливает прекрасное сапирави из кубанского винограда. В прошлом году в Лондоне взяли платиновую медаль, признали лучшее вино сапирави. Повторюсь, это русское вино. Дело в том, что название вино дает, как правило, сорт винограда. Называется сорт винограда сапирави. Значит, и вино будет сапирави. Это не важно, что это грузинское, понимаете. Крымские вины обалденные, потрясающие, ароматные. Мне любимое вино Бастарду. Бастарду переводится ублюдок почему-то. Но это сорт винограда Бастарду. Оно бывает крепленое, то есть 16 градусов, такое тяжеленое. И бывает где-то 11-12. В Крыму несколько заводов прекрасных. Раз уж заговорили о вине. Но крымские вины мне показались тяжелыми. То есть, выпьешь, например, массандровский портвейн. Мы как-то выпили с женой вдвоем бутылку. Пообедали там с племенами. Мы отрубились. Мы спали часа два. То есть, тяжелый, крепкий, не берите. Вот мне очень понравилось крымское вино. Кокур. Значит, когор, само собой. Мускатель есть такое вино еще. Белый портвейн. Алушта. Прекрасный. Много не пейте. Чуть-чуть. Буквально перед обедом. Ну, как аперитив. Аперитив это то, что пьется для аппетита перед трапезой. Теперь, значит, о грузинском менталитете. Я жил с грузинами в Москве. Это, как правило, жизнерадостные, веселые люди, гостеприимные. Такие вот, хлебосольные. Посылка из дома пришла, обязательно тебя угостит. Обязательно такие шутки, прибалутки у них какие-то. Но давайте вспомним такой случай. Они любят очень такие жесты, как сказать, необдуманные. Например, был такой случай на Олимпиаде. Грузинский штангист проиграл, по-моему, греческому штангисту. Только потому, что тот весил на 100 грамм легче. То есть, они показали один тот же результат. Грузин увешивает не серебряную медаль, а бронзовую. Ему повесили, он ее тут же снимает. Вот так целует, кладет на пьедестал и пошел. То есть, вот эти вот понты. То есть, они любят вот эти вот понты. Но не все, но вот бывают такие вот моменты. То есть, необдуманные поступки. Знаете, что сделали это в Грузии? Его дисквалифицировали пожизненно. Что сделал он? Он на следующий день приполз на коленях, умолял о пощаде, просил. Извините, простите, я такой-сякой. Вот то же самое будет с Грузией. Потом приползут на коленях и будут просить, умолять, взять опять их вино. Зачем нам их вино? У нас своего девать некуда. У нас сейчас вино вот подорожало. В прошлом году было этот Саперави я брал по 130 рублей в магните. Сейчас оно вообще исчезло. И оно начинается уже под другой маркой, там от 180. Вот к чему приводит экспансия грузинских вин. Тем более, зачем оно в Сочи, когда у нас тут и Крым рядом, и на Кубани очень много виноградников и продолжают увеличивать. Я в свое время еще, когда в школе мы учились, под Новороссийском мы работали на виноградниках. Там огромные виноградники были. И слава Богу, что они сейчас до сих пор есть. Поэтому вот так вот приползают потом на коленях и просят. Это уже не первый раз. Ну хватит уже. Путин очень добрый. Вот отношения надо выстраивать с позиции силы. Вот как это делает Америка, например. Если она с кем-то дружит, то она навязывает свои американские товары. Вот я был сейчас на Филипинах зимой. Знаете, как зубная паста будет по-филипински? Колгейт. Колгейт. Это зубная паста. То есть они все американское, понимаете, на Филиппинах. Потом кофе. Они не понимают, что такое варить кофе. Хотя у них растет кофе в зернах. Но они не знают, что с ним делать. Вот мне подарила там знакомая килограмм кофе. Я привез с собой. Тут пожарил, помолол. Прекрасный кофе. Так у них все в пакетиках американское. Вот засели американских. Вот так дружат американцы. Вот так и России надо дружить. А у нас со времен, еще с советских времен, мы дружили так, что если мы с кем-то дружим, мы их кормим. Мы Грузию кормили при Советском Союзе. Это была самая бедная дотационная республика. Несмотря на то, что у них два морских порта. Батуми и Поти. Что у них прекрасная туристическая база. Пляжи протяженные. Батуми был самый теплый город в Советском Союзе. Там морозов практически не бывает. Рядом граничит Турция. То есть можно торговать. Можно там еще промышленность. Врустай металлургический завод. Грузины как бы ничего не хотели производить. У них были цеховики. Воры в законе. Они шили, значит, джинсы там какие-то левые. Играли в футбол замечательно. Вот я с огромной симпатией относился к Грузии в то время. Я очень любил «Динамо Тбилиси». Я всю команду знал наизусть. У меня сейчас видео есть. «Динамо Тбилиси», чтобы помнили. Найдите. Я единственный, кто это снял. Там больше, наверное, 15 тысяч уже просмотров. Вот. То есть это была бедная дотационная республика. Мы ее тянули. Мы ее кормили. Чем они сейчас нам отвечают? Тем, что они наезжают на российских туристов. Ну хорошо, давайте не будем ездить. Некуда поехать. И в Абхазию тоже не надо ездить. Вы знаете, что Абхазия – это часть Грузии. На самом деле. Вы думаете, что Абхазия – часть России? Нет. Перейдите границу сначала. Но там облегченный режим. Дело в том, что я хочу сказать. Абхазия с Грузией участвует. У них совместный чемпионат по баскетболу, по футболу. Гальский район, который приграничный Абхазии с Грузией. У них там свобода передвижения. Значит, грузины, когда машины угоняют, вот эти воры угонят в Грузии, они перегонят в Абхазию, там перебивают номера, там делают новые документы и перепродают. Потом это все попадает в Сочи. Вот так они дружат. Потом студенты абхазские имеют право бесплатно учиться в грузинских вузах. Люди, которые живут в Гальском районе, в Абхазии, посещают бесплатные поликлиники, лечатся в больницах. Грузия делает все для того, чтобы вернуть Абхазию к себе. То есть они дружат. Поэтому нужно четко понимать, что Абхазия – это не Россия. Может быть, это и не Грузия, но это и не Россия. Не надо их кормить. Я рекомендую, что приезжайте в Сочи, отдыхайте здесь, оставляйте деньги в Сочи, поддерживайте экономику России. Захотели съездить в Абхазию, в Абхазии смотреть нечего. Там только Новоафонский монастырь и пещера, которые рядом прямо находятся. Вот пещера – это супер-пупер. Я был на озере Лица, ничего интересного. Очень долго ехать и беспонтово. Этих озер я в Набиске вот так вот насмотрелся. Еще красивее чем там. Просто там озеро в горах. Ну и что? Ну, приехали, посмотрели на озеро. Вы там не купаетесь. Шашлыки там стоят бешеных денег. Потом, запомните, в Абхазии нет санкредстанции. Там нет никаких законов. Там ничего не соблюдается. Там вас могут ограбить. И, значит, найдут этого грабителя, он окажется дальним родственником начальника полиции. Его отпустят. Вы там, правда, не добьетесь. У вас могут угнать машину, изнасиловать жену, могут убить дочку там. Постоянно каждый год кого-то убивают в Абхазии. И не кого-то, а несколько человек. Я уж не говорю про воровство, про ограбление. Такие бы они гостеприимные ни были, поймите, что это чужая страна. Это чужие люди, чужой менталитет. А работать они не хотят. Но, значит, сами абхазы, вот я к ним отношусь прекрасно. Вот они живут в Сочи, здесь мои соседи. Мы нормально общаемся. Особенно абхазские девушки, они очень культурные, вежливые. Они понимают, как с мужчиной разговаривать. Они никогда не повысят голос. Они внимательно слушают, никогда не перебивают. Почему-то, ну вот, такие вещи я вам рассказываю. Значит, давайте подытожим. Не покупаем не только грузинские товары, но не покупаем, стараемся вообще не покупать никакие импортные товары. Надо поддержать своего производителя. Вы поймите, что сейчас не будет таких войн открытых, там, из пушки стрелять, там, или из самолета, да, там, ракеты сбрасывать. Сейчас идет экономическая война, экономическая экспансия. Американцы это давно поняли, видимо, евреи их умные, да. Поэтому все переходит в сферу экономики. Гибридные войны. Это информационная война, торговая война, еще какая-то война. Китайцы тоже это прекрасно поняли. Китайцы с чего начали? С того, что они весь мир завалили своими товарами. Вот вам пример экономической экспансии. Поэтому покупайте наши товары. Вот я компьютер купил, например, в нашей сборке, Ирбис. До этого у меня был Е-Машин. Отработал 10 лет больше всех. Сломался Леново, сломался Дол. Е-Машин все работал. Наш, российские. Покупайте российские автомобили. Вот сейчас Аурус стали делать, да, на котором Путин ездит. 18 миллионов стоит. Он дешевле Майбаха, дешевле там Рос-Ройса, еще там. Покупайте отечественные автомобили. Когда мне говорят, что я там патриот, на 9 мая надевает медаль, идет, значит, бессмертный полк, а потом вечером садится на Мерседес и улетает, значит, куда-то во Францию или в Германию, там, того хуже отдыхать. Какой ты патриот? Патриот, это не значит, что ты вышел 9 мая с портретом дедушки, а потом положил его на год и на следующий год там протер от пыли и опять вышел. Патриот, это человек, который отдыхает только в России, покупает только российские.